Ну вот смотри, вроде бы такая фигура фиглярская, несерьезная, но для нас-то несерьезная фиглярская фигура открывает дорогу и большие двери к очень интересным большим темам. Есть такая штука под названием лоза. Это не то, что рубят казаки шашкой, и не то, что употребляется шизофрениками для поиска воды на дачных участках. Это фамилия. И вот как человек с какой легкостью и скоростью восхитительно ставит на себе точку. Причем, смотри, мы в общем воспринимали многих людей до последнего времени как адекватных. Они хлопочут, что-то комментируют, очень убедительно имитируют вменяемость, ловко, успешно и никому в голову из тех, кто его видит или читает, не приходит в голову, что человек просто очень плохо соображает. А тут наступает какой-то момент, когда они забывают закрыть за собой дверь в свой маленький умственный сортир, где нужно тужиться и издавать звуки в полном одиночестве. И вот тогда-то все становится ясно. Мы знаем, что вдруг товарищ принялся пропагандировать теорию плоской земли. Причем там, насколько я понимаю, самый мощный аргумент, что моряки не пользуются глобусом. Ну, более того, ему надо сказать, что шахматисты ходят тоже не настоящим слоном, а в коктейле кровавая Мэри отсутствует физиологической жидкости, какой бы то ни было Мэри. Но вообще, кстати, очень долгое время пользовались глобусами. Был глобус Бенхайма. И это было крайне неудобно, потому что для того, чтобы точно найти свою координатную точку на глобусе, глобус должен, в принципе, примерно в два раза превышать размеры корабля. Это создает определенного рода проблемы с транспортировкой. И вот обсуждать этот плоскоземельный бред, конечно, мы не будем, потому что даже тот человек, который воскресил эту теорию, популярную в 20-х годах 19 века, он это сделал исключительно в качестве прикола и стеба, чтобы вычислить количество идиотов на трех факультетах одного университета. Он признался, он уже об этом тысячу раз написал, но это не действует на сторонников этого бреда, они в него вцепились. И помнишь, я рассказывал когда-то про вскрытие мощи Сергия Радонежского, когда присутствовали при этом не только губкомовцы, не только здравхрана, нарком юстиции, попы, непосредственно архимандрит Кранит, который возглавлял Троицергиеву Лавру, но и присутствовало несколько сотен верующих, прихожане, они видели все своими глазами, они видели какие-то разбитые валенки, куски непонятных скелетов, много личинок моли, пыль, рваные тряпки. Они убедились, что нет нетленных мощей, они 20 минут поговоряли о том, какие попы-сволочи и как они всех надурили, а потом они снова встали в очередь прикладываться ко всей этой куче мусора. Как говорил какой-то стихоплет, я не помню фамилии, тьмы низких истин, там что-то какой-то обман, да? Нам дороже. Да, совершенно верно. При том, что мы видим, что вот этот вот идиотизм, он повсюду, как выяснилось, что те российские чиновники, которые собрались сейчас ехать на Афон, они были уверены, что это тот самый 12-й Айфон, выход которого в России почему-то задерживается, и презентации которого не будет, а потом было неприятное открытие, что это не 12-й и вообще какой-то остров, а в Новосибирске еще круче. Там РПЦ, увидев, что большие проблемы со строительством моста, она выступила и призывала Бога, Бога призывала для помощи в строительстве моста. То есть, если у Попов получится все-таки его каким-то образом привлечь, то в дружину узбекских дружеников впервые вольется гастробайтер из Израиля. Это тоже будет очень интересным моментом. Главное, чтобы они все ходили по водам, и тогда мост будет просто не нужен, и мне кажется, это бы решило все проблемы. Не о том, Бога призывал. Возможно, нет. Когда нужно было вообще, конечно, вызывать Девса, потому что у него работа с разрядными явлениями типа молнии, то есть он мог бы пригодиться как сварщик. А что будет делать Иегова, совершенно непонятно, особенно среди большого количества узбеков. У него никакой рабочей квалификации нет. Так вот. Так вот.